Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Николай Танский. А в этом видео сегодня я приветствую вас из горнолыжного курорта Буковель. И какое чудо и совпадение! Мы поселились в гостинице, в которой живут эти обалденные собаки-маламуты. 9 штук их живет в этих клетках. И знаете что? Они очень любят гулять. Это собаки зимние. Они с тех обожают. Но есть одна проблема. У этого пса. Его на улицу не выпускают. А знаете почему? Да потому что им невозможно управлять. И когда весь соседний сюда поселяется, им предлагают берите собаку любую на выбор, но только Сашу. Сашу нашего не берите. Почему? Потому что мы сами его боимся выпускать. Он когда убегает, его невозможно поймать. Через несколько дней в соседнем селе нам звонят нашли вашего Сашу. Заберите его наконец-то отсюда. Но вы знаете есть у меня жена Таня. Она яркий пример тому, что нет ничего того, с чем нельзя было бы совладать. На следующее утро, поселились мы вечером, Таня выходит и говорит, Коля, я возьму с собой Сашу. Подходит к персоналу и говорит, дайте мне собаку. Берите. Какую? Сашу. Нет, Сашу мы не даем. Дайте мне, пожалуйста, Сашу. Я с ним пойду сегодня гулять. И знаете что? Через 40 минут общения с Сашей в клетке Саша стал шелковым, податливым и послушным. И наконец-то Саша за последние много-много месяцев смог выйти на улицу и погулять. И это длилось несколько дней подряд. Сашка наконец-то смог гулять. Знаете, я вспомнил, моя жена Таня поступила точно так же ровно год назад, когда мы подобрали нашего бродячего апса Леонардо на трассе, в супермаркете, под супермаркетом. Он тоже не был послушным. Он был вообще безнадежным. И профессиональные дрессировщики говорили, что у вас бродяга? Да нет, мы его не будем брать. Это вообще бесполезно. Но Таня пошла в интернет, прочитала, и она теперь знает, как делать с Лео. Знаете, я сегодня подумал и вспомнил про еще одного пса. Десять лет назад она повстречала его. Зовут его Николай Латанский. И знаете что? В моей жизни было много разных женщин, но ни одна не могла со мной совладать. Но Таня десять лет назад сказала, эти отношения будут всерьез и надолго. И она пошла в интернет, она начала изучать огромное количество материалов. И несмотря на то, что она на тринадцать лет меня младше, моя жена, она смогла создать отношения счастливые, на которые сейчас люди по всему миру смотрят и говорят, у вас же идеальные отношения Коля и Таня, как вам это удается? Я вам скажу простой ответ. Моя Таня просто никогда ни перед чем не сдается. И если она видит, если ей жизнь бросает вызов, она идет в интернет, читает одну книгу, вторую, третью, десятую, сто пятьдесятую статью, но она возвращается к этому Саше, к тому Леонарду, или к этому Коле. И она знает, что и как нужно делать. У нее всегда все получается. И пользуясь случаем, конечно же, я не могу не порекомендовать вам, если вы женщина, женский клуб Статьяна Латанская, который она успешно с 2011 года ведет и помогает женщинам расковаривать в своих мужчинах гениев. Вот он, простой совет. И Таня говорит, главная условия, главная предпосылка успеха с Сашей и с любым другим псом, это, конечно же, терпение. Это я вам, как Николай Латанский, точно могу сказать. У нее терпение хоть отбавляй. Она просто знает, нельзя опускать руки, нужно поставить цель и понимать, что нет ничего невозможного. И любой Саша, Леонардо или Николай будут покорены ею. Девушкой, которая меньше и хрупче, чем этот Саша, чем тот Коля, ну, сопоставим, в принципе, с Леонардо. Вот и все, что я хотел вам в этом подкасте сказать. Если это было полезно, поставьте лайк, покомментируйте и скажите что-нибудь хорошее моей жене Тане. Она тоже читает все комментарии. С вами был ваш Николай Латанский. Сбоковеля. До встречи в следующем подкасте. Пока. Саня, попрощайся. Попрощайся лапой. Давай, пока, пока, пока.